Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Машина, ну не то чтобы она была плохая, она вполне себе нормальная, но инбой в нашем с вами понимании не является и не является суперфановой тачкой, поэтому десятку за голую машину платить однозначно, ну как бы не вариант. Что касается 12500 за набор, обратите внимание как хитро поступили разработчики, ну понятное дело что они положили сюда легендарный внешний вид на Тронвагена, который мне честно говоря не заходит. Да, что-то интересное в этом есть, но все-таки мы играем в танки, это далеко не детская игра и понятное дело что на японском каком-нибудь серваке это действительно кому-то зашло, ну а что касается нас, то навряд ли есть огромное количество желающих поиграть именно на вот такого вот внешнего вида машине. Напишите свое мнение у кого есть данный аппарат, я имею ввиду Тронваген и кто очень сильно хотел бы с тебе получить в комплект именно стегозавр внешний вид, ну а кто катается на каком-нибудь другом каму и не видит в этом абсолютно никакой проблемы. Что касается того о чем я говорил, что довольно хитро разработчики поступили, они положили сюда 25 сертификатиков X5 на любые машины, не конкретно на Тронвагена и именно этим попытались подкупить. Но все же ребят 12500 мне кажется данный набор тоже не стоит, его реальная цена вот как раз 1010 вот в таком вот составе, пускай даже без вот этого вот легендарного внешнего вида, ну я бы сказал что за десятку тогда можно было бы взять. Но переплачивать я лично не вижу никакого смысла и у себя на основном аккаунте покупать на данный момент не буду, потому что ожидаю что глядишь состоится черная пятница, ну и соответственно там каких-то машинок себе да подкупим. Короче говоря вот такое вот мнение по поводу стоимости данного набора. Ну а теперь давайте обсудим саму машину. Я уже когда-то делал быстрый обзор на данный танк и давайте кратенько заценим ТТХ по орудию, а все остальное будем с вами непосредственно в бою обсуждать. Здесь действительно все плюс-минус нормально, но все-таки слишком много крайностей. Вот если говорить о крайностях позитивных, то здесь очень хороший альфа для восьмого уровня в 400 единиц, очень хороший угол склонения орудия вниз минус 10, с которым прям вообще великолепно отыгрывается и получаешь массу удовольствия от такой возможности отыгрывать от башни. Плюс к тому стоит отметить, что здесь в башне есть броня специфическая, которую сейчас обсудим чуть позже. Что касается второго, что действительно радует, это достойный уровень бронепробития. 227 единиц в принципе достаточно, если вдруг не хватает 265, неплохо выручают голдовыми снарядами. Ну а ставить себе калиброванные снаряды не рекомендую, потому что вы сразу относитесь своим вниманием к обратной крайности. Я имею ввиду негативная крайность. Негативная крайность по данному орудию 12 с копейками секунд перезарядки. Это с учетом того, что у нас есть оборудование, амуниция и все равно, ребят, больше 12 секунд. Если вы поставите себе калиброванные снаряды, то здесь существенно увеличивается время перезарядки орудия, а оно и так не сильно радует. Именно это приводит к тому, что у вас ДПМ 1980, и это не барабанная машина, это обычное цикличное орудие. Ну и в принципе здесь бы должна была красоваться хотя бы цифра в 2200, а так даже до двух не дотягиваем. Ну и еще одна часть вот этой негативной крайности по данному орудию, это время сведения, которое с учетом оборудования, установленного на два слота, как вы видите, на улучшение как раз времени сведения, все равно дает цифру в 4,5 секунды. Просто умопомрачительная цифра, с которой действительно дискомфортно играть. Это просто забегая наперед. Что касается брони, в видео о своем предыдущем по поводу Торнвагена, где его выставляли в рулетке, которую вы могли покрутить, и кстати в рулетке эта машина должна была вам обойтись в 18700, если вы забирали бы данную машину путем прокрута рулетки на полную. Ну а что касается не на полную, то там уже знаете, как говорится бабка на двое гадала, если хотите пересмотрите видео, ссылочку я положил в описании к данному видосу, ну и плюс добавлю вот здесь наверху, в пределах данного видео. Что касается брони, броня есть вот в этой вот полоске квадратной, прямоугольной, да, то есть передний бронелист вот этот, есть красные зоны вот здесь, за фарами, и очень хорошо забронирована башня вот здесь вот салба, если на нее смотришь. Но как только ты поворачиваешься вот так, вот это все становится огромной серой зоной без приведенки, ну может разве что вот так как-то какая-то приведенка будет, но если ты хотя бы немножко больше довернул, то от тебя прошивают просто на ура, то же самое касается и корпуса, в общем машина очень странная. И если вдруг вы видите соперника, то ни в коем случае не отворачивайте от него свой взгляд для того, чтобы посмотреть, а что там по сторонам происходит. Нет, ни в коем случае, только смотрите в лицо своему врагу, для того, чтобы он ваше лицо пробить не смог. Вот такая вот интересная по бронированию, господи, по бронированию, простите, машина. Ну а теперь давайте возьмем данный танк и попытаемся его заценить непосредственно в бою. Ну что ж, друзья, давайте будем пытаться тестировать. В принципе правильно, там говорили по поводу того, что, а может в горку поедем, но, к сожалению, команда приняла решение оставаться частично в городе, поэтому верх никто не поддержал, ну и давайте заценивать машину. По поворотливости, по подвижности, все очень классно, все очень комфортно, все очень приятно, без вопросов. Что меня сейчас не радует? Меня не радует, что я не могу сейчас найти себе подходящую позицию для того, чтобы открыгрывать именно от башни. Потому что именно в этом фишка тачки, и он в этом отношении очень сильно чем-то похож на концепта 1б на 10 уровне. Что касается времени сведения, ну вы видите, что для того, чтобы полностью свестись, это должно вам сопутствовать, ряд факторов должен сопутствовать, такие как отсутствие проворности у ваших соперников, отсутствие желания куда-то отъезжать, и тогда, да, тогда вы можете на дальнем расстоянии где-нибудь спокойно остановиться, дождаться полного сведения, ну и гахнуть на своих 400. А вот если у вас такой возможности нет, то ваши 400, скорее всего, пролетят мимо вашего соперника, потому что без полного сведения машина, ну я бы не сказал, что отличается какой-то точностью. Может быть, как-то чисто случайно, какой-то вертухан куда-то и полетит. Но все же, ребят, я бы на это не рекомендовал рассчитывать и все-таки рекомендовал бы вам помнить постоянно о том, что вы крайне косой танк, ну и, соответственно, вам необходимо больше времени тратить на выцеливание ваших врагов. С другой стороны, если игровой процесс вам позволяет, если ваши союзники в то время, пока вы сводитесь, они продолжают каким-то образом отвлекать ваших соперников, то вы можете быть, ну, в край, в край хорошей, качественной машиной в бою и в край полезной. Единственное, что, как видите, сейчас даже при полном сведении я умудрился все-таки дать по углу дома, нежели по корме соперникам. И этим, в принципе, теряют дополнительных 400 единиц урона, которые я мог бы нанести и добавить себе в копилку. Так, ну что, доберем вот этого брата. Тут, слава богу, можно без сведения. Пытаюсь спрятаться. Ни в коем случае не отворачивайте башню от своего соперника. То есть, играя, допустим, сейчас против Эмиля, я постоянно думаю по поводу того, что мое орудие должно быть направлено именно на него. В таком случае ему приходится выцеливать мне нижний бронелист, либо какую-то другую серую зону в корпусе, но ни в коем случае он не будет пытаться найти какую-то серую зону у меня в башне. Как только ты отворачиваешься, в башню тебе прилетает, ну и, соответственно, ты отлетаешь в ангар. Я сейчас попытался забрать Дефендера. Не знаю, насколько правильно я поступил. Бежать особо некуда было. Мне либо под Эмиля выходить, либо под Дефендера. И вот таким вот образом я параллельно с тем смог затестировать броню, отсутствующую в бортах башни, которыми, в принципе, я и предлагал ни в коем случае не поворачиваться. Есть нижний бронелист, который очень страдальческий. Он довольно-таки больших размеров и туда тоже вполне себе спокойно залетает. Если вы будете играть осторожно, если вы будете помнить о том, что вам ни в коем случае нельзя отворачиваться от ваших соперников, если вы не будете лезть в драку на небольшие дистанции раньше времени, там, где вам смогут накидывать, пока вы будете перезаряжаться свои 12 секунд, то вы можете быть очень полезной машиной в бою. Если бы я два раза не косанул, точнее, если бы не косанул орудие, то потенциально при спокойном геймплее мог бы сейчас вывести в районе 2300 единиц нанесенного урона. Ну, а так получилось только полторы. Что это в разрезе нашей команды нам показывает в отношении количества нанесенного урона? Ну, я бы сказал, что вполне себе законное второе место. Недалеко ушел я, в принципе, от третьего, ну, а до первого навряд ли добрался бы. Да и в целом, ребят, на Торнвагене не рассчитывайте, что вы часто будете занимать первое место в команде по урону в победных боях. В проигрышных, да, вопросов нет, вы за бой сможете набросать, но в победных навряд ли. Ну что, попробуем еще разочек. Возможно, я сейчас сделаю глупость, и это отразится на результатах боя, но все-таки я преследую цель не показать вам победный бой. Я преследую цель показать вам машину, такой, какая она есть, и в своем видео попытаюсь показать вам, как на примере Торнвагена, так и на других машинах, на что машина способна, ее плюсы, ее минусы. И почему я поехал именно в эту сторону, почему я и поехал на направлении легких и средних танков, к точке С. Я хочу показать вам угол склонения орудия, насколько удобно или неудобно на нем будет вам отыгрывать, ну и, соответственно, на что машина способна на разных направлениях, не только на направлении тяжелых танков, но и на направлении легких или средних. Вот обратите внимание, я сейчас подъехал на довольно-таки существенные подъемы. Как вы видите, если бы этот товарищ сейчас не начал сваливать, то в целом я бы вполне спокойно мог его выцелить. При этом обратите внимание на то, как выглядит машина в такой позиции. Вернусь сейчас в ту позицию, в которой я находился, и вот теперь смотрите. В принципе, моим соперникам видна только башня, которую фиг пробьешь. Виден верхний бронелист, который светится красным по одной простой причине, потому что там просто бешеный угол склонения брони. Ну и, соответственно, виден торцевой вот этот бронелист передний, который тоже фиг пробьешь. Я говорю к чему? Я говорю к тому, что на Торнвагене необходимо понимать, где необходимо вам остановиться для того, чтобы быть максимально полезным для своей команды, для того, чтобы вас не расковыряли, ну и, соответственно, раньше времени в ангар не отправили. Поехали чуть ближе. Будем встречать тех ребят, которые с кормы пытаются заехать. В частности, Т-44. Я так понимаю, крутой чувак. Единственное, что он явно не ожидает нас здесь встретить. Да, пускай эльфы не хватает, но я думаю, что нам сейчас адреналин немножко поможет. А дальше немножко умений, терпения, ну и, соответственно, фраг на вашем счету. В данном случае, я так понимаю, что, скорее всего, будет победа. Пускай не сильно большой результат по настрелу я, в частности, дал. Я потратил очень много времени на то, чтобы показать вам всю прелесть угла склонения орудия на конкретно данной машине в минус 10. Но все-таки для меня дороже показать вам всю правду про машину, нежели какой-то очень красивый реплейчик. Хотя красивые реплейчики я тоже периодически выставляю. Поэтому, если вы рассчитываете видеть не только честные обзоры на машины, но и какие-то фан-видео, то поверьте, на моем канале их вы тоже найдете. Вот такой вот он Торнваген в первых попавшихся двух боях. И, в целом, я не могу сказать, что эта машина какая-то негодная. Он вполне себе играбельный, он вполне себе нормальный. Да, у него есть ряд недостатков, но в то же время у него есть и позитивы. Во-первых, машина играется от боя к бою постоянно ровно и, я бы сказал, без сучка, без задеринки. Хоть и не дает прям каких-то архивысоких результатов по настрелу, допустим, тому же. Поэтому навряд ли для статистов данная машина подойдет. Но, в то же время, данная машина вполне себе подойдет средним игрокам, которые не заботятся о своей статистике и которые просто хотят играть на какой-то уникальной машине. А машина действительно уникальна, по крайней мере своим внешним видом. Что касается вашего заработка. Потенциально машина может неплохо зарабатывать, у нее хороший коэффициент фарма и за вот такой пустяковый настрел 17 тысяч. По-моему, довольно неплохо, если не гонишься конкретно за заработком на конкретной машине. Что касается того, стоит ли брать его именно как фармера для серебра. Ну, я бы не порекомендовал средней руки игрокам по одной простой причине. Потому что навряд ли вы будете от боя к бою реализовывать машину супер классно и делать прям огромные результаты. За которые будете получать большое количество серебро. Именно поэтому, мне кажется, разработчики положили в набор сертификаты на X5 не на данную машину, а на любую другую, на которой вы захотите их использовать. Я считаю, что это действительно очень круто. Что касается ценника, свое мнение я уже высказал. Будь здесь цена в 10 тысяч, то я бы еще подумал по поводу того, чтобы взять на основу. Брать за 10 тысяч Бафорса в голом состоянии, я, допустим, вообще не вижу никакого смысла. Машина все-таки далеко не имба, а восьмеркам нормальная адекватная цена от 8 до 10 тысяч в лучшем случае. А это не лучший случай. Это просто обычная, нестандартного вида тяжелая машина восьмого уровня. Вот такое вот честное мнение по поводу Бафорса, которого я не считаю плохим, но в то же время не считаю мастхевом в ангаре любого танкиста. Побежал снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. И да, чуть не забыл, появились американские контейнеры. Если вдруг есть желающие их открыть и можете записать видео на эту тему, то обязательно пересылайте видео ко мне по ссылке, которую найдете в описании к данному видосу. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.